Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Добрый день, уважаемые коллеги, Ваше Святейшество, уважаемые представители религиозных организаций России. Мы встречаемся в День Народного Единства. Поздравляю вас и всех граждан нашей страны, всех граждан России с этим праздником, который знаменует нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней, сплочённость многонационального народа страны. И в годы испытаний, и при решении масштабных задач развития это всегда было одним из ключевых моментов нашего существования. Вы хорошо знаете, что истоки праздника уходят в глубину веков, к подвигу народа, который сам поднялся на борьбу за свою страну, очистил её от расприи, предательств, унижения, сплотившись, покончил со смутой, восстановил законную власть и нашу единую государственность. Такие ключевые этапы, когда люди разных национальностей и вероисповеданий объединялись ради спасения и блага Отечества, проходят красной чертой через всю российскую историю. Мы понимаем и чтим этот бесценный опыт наших предков, их традиции и их заветы. История нашей страны непрерывна, постоянный поток. Мы должны рассматривать её в целом, со всеми, порой крайне сложными и даже противоречивыми периодами. Для государства, власти, общества, граждан крайне важны объективные, полные знания о нашем прошлом. И далёком прошлом, и близком, недавнем. Всё здесь имеет значение, особенно сегодня. А значит, растёт запрос и на работу высокопрофессиональных историков, учёных, вузовских преподавателей, школьных учителей. При этом хотел бы подчеркнуть, что недопустимо повторять ошибки, которые имели место в советский период, когда выводы учёных-гуманитариев нередко подгонялись под заданные шаблоны. Шаблоны вообще плохо, но в истории особенно плохо. Нечто подобное происходит и сейчас в некоторых странах на Западе, где многое определяет радикально-либеральная конъюнктура текущая. В угоду ей ключевые исторические события подаются в совершенно искажённом, перевёрнутом виде. А правда отменяется. Такое намеренно извращённое отношение к истории, вольное обращение с ней, коверкает сознание людей, размывает ценности, подтачивает жизненную опору. Известно, что если у кого-то возникает стремление лишить государства суверенитета, а его граждан превратить в вассалов, начинают именно с перелицовки истории этой страны, с того, чтобы лишить людей их корней, обречь на беспамятство. Мы знаем, такие подходы, к сожалению, срабатывают и приводят к трагедиям народов. Подобные попытки были и в отношении России. Да, они не прекращаются. Но мы вовремя и твёрдо поставили им прочный заслон. Ведь отечественная история, культура – это база национальной идентичности, нашего менталитета, традиционных ценностей, воспитания подрастающих поколений и, что крайне важно, основа российской государственности. Наша позиция по сохранению исторической памяти, а значит, и своего суверенитета, вызывает у некоторых стран на Западе раздражение. Собственно говоря, так происходило на протяжении веков. Но и сегодня продолжаются попытки выбить почву у нас из-под ног. Сами эти попытки, разумеется, не способны изменить прошлое. Они обречены на провал. Решить страну побед, достигнутых нашими предками, невозможно. Однако дело чести государству, общества и, конечно же, историков защитить и нашу подлинную историю, и наших героев, повышать качество исторического образования. Отмечу, что сейчас этот предмет изучают студенты всех вузов, а не только гуманитарных. Важно также грамотно и последовательно вести работу по историческому просвещению, начиная с семьи, детского сада и со школы. Уважаемые коллеги, вы, наверное, сами уже посмотрели. Да и я вот сейчас с молодыми людьми, с ребятами, с которыми встречался сегодня днём при возложении цветов к памятнику Минину Пожарскому. Мы сейчас тоже прошлись по этой выставке. И всё содержание этой выставки подтверждает точность и актуальность вывода Николая Михайловича Карамзина, что настоящее является следствием прошлого, прошедшего. На протяжении десятилетий после распада Советского Союза Украина прошла путь прямого, неприкрытого вмешательства западных стран в её внутренние дела. Ну, собственно, и в России пытались сделать то же самое. Но, к сожалению, на Украине удалось внедрить в сознание миллионов людей такие псевдоценности, которые привели к тому, что на этой территории создали фактически антироссию. Сия ненависть, насилуя сознание людей, лишая их своей подлинной истории, всё сделано для того, чтобы перекроить сознание миллионов. И очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны. Вот сейчас посмотрели, в одном из залов на выставке как раз говорится о том, как профессионально подходили к этой работе в некоторых странах Запада. Просто десятилетиями работали над этим на уровне научных центров, таких серьёзных, с хорошим финансированием. Столкновение с неонацистским режимом России, столкновение России с этим возникшим на территории неонацистским режимом было неизбежным. Если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с нашей стороны, всё было бы то же самое, только с худших для нас позиций. Ситуацию на Украине и её так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для самого украинского народа. И мы видим это по характеру даже боевых действий. Просто удивительно, что там происходит. Вообще, как будто украинцев не существует. Бросают, как в топку, и всё. Именно Украина, украинский народ и есть первая и главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским, к России. В России же всё ровно наоборот. Вы это хорошо знаете. Мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние. Повторю, мы взяли на себя ответственность, чтобы не допустить куда более тяжёлой ситуации. Помнили и помним, что произошло в 1941 году, когда, несмотря на данные разведки о неизбежности нападения на Советский Союз, оттягивалось принятие необходимых мер по обороне. И какой тяжелейшей ценой была завоёвана тогда победа над нацизмом. Да, сейчас тоже непросто. Трудно и горько ещё и от того, что сражается друг с другом, по сути дела, один народ. По сути, противостояние идёт внутри одного народа. Так же, как это было после потрясения 1917 года. Людей снова стравили. Тогда иностранные державы грели руки на трагедии нашего народа. Им было плевать и на белых, и на красных. Они преследовали свои интересы, ослабляли и рвали историческую Россию на части. И сегодня, беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наёмников, они абсолютно безжалостны к её гражданам. За их счёт продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа. Так же направлены на ослабление, распад и уничтожение России. Вот эти усилия продолжаются. Они и лежат в основе тех событий, которые происходят на Украине. Мы никогда не позволим этого сделать. Будем защищать своё Отечество так же, как наши героические предки. Уважаемые коллеги, перед тем, как мы перейдём к беседе, хочу отметить, что в этом году Российское историческое общество отметило десятилетие своего воссоздания. Отрадно, что возлагавшиеся на него надежды, безусловно, оправдались. Все члены Российского исторического общества, среди которых крупнейшие академические институты, университеты, музеи, архивы, библиотеки и многие авторитетные историки, вносят весомый вклад в формирование общероссийской исторической культуры и популяризацию исторического знания. Значимую, полезную, востребованную работу ведёт и Российское военно-историческое общество, которое в этом году так же отметит десятилетие своего возрождения. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в деятельности этих организаций, за служение Отечеству. Ещё раз поздравляю вас всех с праздником. Благодарю вас за внимание. Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего, позвольте поблагодарить вас от имени всех историков, что вы нашли возможность и время встретиться с нами сегодня. Я думаю, что историки понимают меру своей ответственности в это непростое время. И надо обсудить нам сегодня и в дальнейшем, какие шаги, какие направления нашей работы мы должны избрать, чтобы в наибольшей и на лучшей степени содействовать решению тех непростых задач, которые сегодня стоят перед страной, да и, я бы сказал, и перед всем миром в целом. В этом, мне кажется, важная задача и сегодняшняя встреча. Владимир Владимирович, если не возражаете, перейдём мы к обмену мнениями. Первый, у нас несколько было заявок на выступление. И первым я хочу предоставить слово Артёму Владимировичу Рубченко, директору Луганского краеведческого музея. Пожалуйста. Прошу вас. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Высокое собрание, коллеги. Рад поздравить всех с Днём Народного Единства. Тем более, что, мне кажется, именно в этом году этот праздник получил новое наполнение. В Российской Федерации появились новые регионы. Но есть как бы особенность, что часть населения этих регионов, к сожалению, долгое время, порядка, может быть, даже 30 лет, была лишена возможности изучать свою собственную историю. А эту историю даже подменяли, ну, такими низкопробными мифами. Я их сейчас не буду разбирать. И, конечно, необходимо на этих новых регионах, ну, сложно назвать новыми, я всё-таки считаю это возвращение в лоно матери России. Но всё равно стоит задача перед историками, преподавателями, это, конечно, историческое просвещение. Поэтому, конечно, российское историческое общество первым делом создало свои отделения. На этих территориях я представляю Совет Луганской Народной Республики, Российского исторического общества. Вот. И, ну, про проекты, которые мы реализуем, я думаю, мои коллеги могут подробнее рассказать. Я хотел бы остановиться то, что мне близко. Я являюсь директором Луганского краеведческого музея. И как музейщик я прекрасно знаю, что если не искать экспонаты и артефакты, то они достаточно быстро исчезают во времени и в пространстве. Поэтому я хочу вас поблагодарить, Владимир Владимирович, что вы поддержали идею о создании межмузейной рабочей группы. В её состав вошли профессионалы своего дела. Это и музейные сотрудники ведущих музеев Российской Федерации, и преподаватели университетов. Значит, эта группа работает с апреля этого года. Порядка 20 человек уже приняли участие в выезде на территории, где происходили основные события этого года. Было собрано более 4 тысяч экспонатов. Часть из них сейчас ещё проходит научную обработку. И по итогам этих сборов уже 4 выставки открылись в крупнейших музеях России. Ну а следующий момент, как бы я хотел обратить, что Российское историческое общество, помимо этого, также прилагает усилия в поддержании музеев. На территории Новороссии сейчас много музеев, но часть из них оказалась в бедственном положении. Кто-то пострадал, как, например, Мариупольский краеведческий музей. Кто-то нуждается в отдельном внимании. Российское историческое общество сейчас до конца года реализует модернизацию экспозиции Луганского краеведческого музея. Помогло найти меценатов для ремонта Мариупольского художественного музея. Но мне кажется, что сейчас в рамках восстановления регионов, пострадавших в ходе боевых действий, всё-таки стоит больше уделить внимание музеям. Мне кажется, что музей имеет преимущество. Он не только рассказывает про историю, но может её показать, проиллюстрировать. Спасибо за внимание. Спасибо вам за тему, которую вы подняли. Безусловно, музейное дело является важнейшей составляющей сохранения памяти, исторической памяти народа о событиях, которые происходили в прошлом. Но без всякого сомнения это важно для сегодняшнего дня и для будущего страны. Вы сказали о том, что музеи в Новороссии находятся в таком состоянии, которое требует особого внимания со стороны федерального центра, со стороны регионов. Мы, конечно, будем это делать. Сейчас очень много вопросов, связанных с восстановлением жилого фонда в тех населённых пунктах и территориях, которые пострадали от боевых действий. И мы, безусловно, должны сделать это, что называется, в первую очередь, чтобы люди просто в зиму не остались без крыши над головой отремонтировать, построить заново. Если что-то не удаётся в том объёме, который нужен, то тогда помочь людям эту зиму перезимовать, но чтобы у них была перспектива получения своего жилья. Мы, конечно, это будем делать, но не менее важна, безусловно, и социальная инфраструктура, это очень звучит сухо, но вот что касается музеев, это одна из важнейших составляющей этой работы. Только мне бы очень хотелось, чтобы возрождение музеев шло по-современному. Там же многие вещи нужно делать чуть ли не заново. Конечно, объекты материальной культуры, которые имеются, их нужно сохранять и использовать в будущем. Но очень было бы правильным делать и строить работу таким образом, чтобы она была насыщена современными технологиями, чтобы там что-то всё время появлялось, чтобы все эти экспозиции, выставки были живыми, чтобы там были представлены не только доказательства наших традиций, нашей истории давно ушедших дней и лет, но и того, что происходило совсем недавно, исходя из текущих событий, и чтобы это всё было насыщено современными технологиями, и людям хотелось бы туда приходить и приходить заново. Вот и в Москве есть такие музеи, есть за рубежом. Нужно взять самые лучшие примеры и делать именно так. Не просто отремонтировать помещение и разместить там какие-то экспозиции, либо предметы, а изначально делать по-современному. Я вот попрошу своих коллег, ну и, разумеется, вас, и тех, кто работает в этой сфере, исходить именно из этого. Спасибо, Владимир Владимирович. Огромное значение сегодня имеет школьное историческое образование. Владимир Владимирович, я вспоминаю, вы были инициатором создания культурно-исторического стандарта для средней школы, который сегодня уже общепризнан, является ядром и главным центром. Но все равно стоят довольно важные и большие задачи перед историческим образованием в школе. И я с удовольствием хочу предоставить слово Димакову Илье Сергеевичу, директору лицея ГИМО, лауреату, учителю года 2017 года. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, коллеги, я хотел бы продолжить тему исторической памяти применительно к школе. Для ребенка знакомство с предметом истории начинается с событий на европейском континенте. И это правильно, когда речь идет об эпохе античности или о более ранних временах. Но школьный курс построен таким образом, что и далее он как бы отцентрован по европейским событиям. Это вот то самое явление европоцентричности. Но оно неорганично для курса российской истории, который просто по естественным причинам правильно давать в разнообразном контексте, не прикладывая его все время действительно к какому-то одному шаблону, тем более к чужому. В этой логике возможно ли, скажем, не делить школьный курс на историю всеобщую и историю Отечества, а давать его цельно, как курс или как учебник истории, конечно, оцентрованный по российским событиям. И при этом соблюсти то, о чем в этой цитате говорит Кутузов, что нетрудно взять крепость, трудно компанию выиграть. А для этого нужно терпение и время. В том смысле, что работая сегодня над курсом российской истории, над российским курсом истории, важно сохранить в нем объем истории мировой, который нас как раз, его наличие как раз и отличает нас от, скажем, западных подходов. Возможно ли сегодня в такой логике работать над российским школьным курсом истории? Ну, все возможно. Это, скорее, вы должны определить. И вот господин Чубарьян, специалисты мирового класса, которые всю жизнь свою посвятили истории этой очень важной, очень интересной науке. Мне всегда казалось, что важно все – события, даты. Это все интересно. Но, как я себе представляю, если я не прав, вы меня поправите, все-таки сутью самой, смыслом, предметом истории является попытка понять законы развития. Почему происходило то или иное событие? Почему оно привело к таким-то и таким-то последствиям? И что из этого вытекает? Вот это очень важно и для сегодняшнего, и для будущего любой страны, любого этноса. для того, чтобы определить, что же мы должны делать сегодня, для того, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне, для себя и для своих детей, для своих внуков. Вот это, мне кажется, основное. И в этом смысле, конечно, история России – это часть мировой истории. Как ее изучать, как ее разделить, мне трудно сказать, я не ставлю перед собой такой задачи. Повторю, это должны сделать специалисты. Но то, что курсы истории у нас, в том числе, были европоцентричными, тоже ничего здесь необычного нет. Во-первых, потому что европейские столицы совсем недавно были центрами мироздания. Но это в прошлом. Уже в прошлом. Почему? Потому что, скажем, я не знаю, Португалия, у нее колония, ее Бразилия, самая большая была. В Португалии сегодня 10 миллионов человек, а в Бразилии 200. Великобритания. Ну уж какая была мощная держава. И говорить нечего. В Великобритании сегодня 67 миллионов человек. А только в одном штате, в индийском, 241 миллион. В самой крупной стране Европы, ФРГ, 84 миллиона. А в одной только провинции Гуандун, в Китае, 146, 126. Вы понимаете? Конечно, это великие культуры европейские. И Россия в значительной степени часть этой культуры, основанная на том, что касается христианства. Но Россия формировалась как единая крупная мировая держава, становясь крупной державой. Как многонациональное государство и многоконфессиональное. И в этом ее особенности. Это действительно уникальная цивилизация и уникальная культура. Безусловно, мы должны самым внимательным образом посмотреть, как нам выстраивать преподавание этого предмета. И когда мы сегодня говорим о том, что история России – это часть мировой культуры, просто надо, чтобы специалисты распределили, как изучать, как показать значимость нашего вклада в мировую культуру. Где российская история в общем контексте, как она вплетена в общую ткань мирового развития. Это чрезвычайно важно. И, конечно, определенные акценты, безусловно, не востребованы сегодня. Но когда я говорил о том, что было с колониальными державами, что стало, и Россия тоже меняется. Одно дело – Россия после победы над Наполеоном, Венского конгресса, а другое дело – или после Великой Отечественной войны, а другое дело – сегодняшняя Россия. Надо просто смотреть на контекст исторических событий. Вот европейская цивилизация, о которой я сказал, и частью которой мы, безусловно, являемся, вот эти страны, которые некогда были великими супердержавами, они превратились в средние или малые страны. Это не значит, что они плохие или какие-то второстепенные. Совсем нет. Кроме великой культуры и истории, у них есть высокие технологии, прекрасный человеческий капитал с хорошим образованием. Это всё имеет очень большое значение. Но есть одно обстоятельство обойти, которое никому не удастся. Это обстоятельство называется потенциал. Да, вот эти высокие технологии, образование – это очень важно и для сегодняшнего, и для будущего. И качество человеческого капитала очень важно. Но это всё дело наживное, как у нас в народе говорят. И, ну, скажем, посмотрим на Индию. Талантливый очень народ, целеустремлённый, с таким, с драйвом внутреннего развития, он, конечно, добьётся выдающихся результатов. Индия добьётся выдающихся результатов в своём развитии. Сомнений никаких нет. И полтора почти миллиарда человек. Вот это потенциал. Или 10 миллионов. Тоже можно хорошо жить. Или 80. Можно хорошо жить. Можно достичь высокого качества жизни. Но это другой потенциал. И другое значение в современном мире и в будущем. Но исходя из того, как развивалась наша страна, как она развивается сегодня, как мы определяем её будущее, конечно, нужно вписывать историю России в общий контекст мирового развития. Ну, а как разделить частями и как лучше изучать, это вот к Чубарьяну и к вашим старшим коллегам. Спасибо, Владимир Владимирович, за ваше направление развития, которое вы правильно сказали. Я хотел бы, если вы разрешите два слова, месяц назад в Петербурге мы проводили встречу авторов учебников по истории. Ну, европейцы не приехали, кроме Болгарии и Сербии. Но было много из Африки и из Азии. Они все высказывали претензию, что в разных странах, в частности, африканцы, очень мало рассказывается про африканскую историю. Это правда. Поэтому, я думаю, вот в том, что сказал наш коллега, мы сейчас работаем над концепцией всеобщей истории, сохраняя европейские, конечно, сюжеты. Очень важно усилить для наших школьников и для студентов рассказ вот про эти страны, про Африку, про Азию. Они выступили еще с одной идеей, Владимир Владимирович, может быть, сотрудничать, написать в новых условиях историю колониализма. Как вообще возникли колониальные державы, как империи. Как это было, мне понравилось выступление одной коллеги из Турции даже. Как это имело последствия не только экономические, политические, но как это формировало имперское мышление, такое колониальное мышление. Вот я думаю, что было бы неплохо нам в этом смысле сотрудничать с этими нашими коллегами. Мы так и назвали встречу на евразийское пространство. И должен сказать, что они очень внимательно к этому отнеслись. Вот так я бы думал, это полезно. Смотрите, очень хорошая идея. И я бы вас попросил подготовить соответствующий материал к нашей будущей встрече на высшем уровне Россия-Африка. Мы сейчас договариваемся с нашими африканскими друзьями о том, что мы такую встречу проведем в следующем году в Петербурге. Если бы вы смогли бы и успели подготовить соответствующие предложения, было бы очень здорово. Хорошо. Спасибо. Не только о колониализме, но и о том, как он зарождался, но и о том, какими последствиями он привёл, очень важно на это посмотреть. И как он заканчивался, и какова ситуация с этим на сегодняшний день. Потому что в значительной степени тот уровень благосостояния, который достигнут в бывших колониальных державах, он основан на ограблении Африки. Это всем известно хорошо. Да, собственно, исследователи в той же самой Европе этого и не скрывают. Так и есть. Они говорят, что на горе и страданиях африканских народов построено в значительной степени, не говорю целиком и полностью, нет, но в значительной степени, благополучие колониальных держав. Это очевидный факт. Ограбление, работорговля, конечно. Но вот это всё надо показать. Это значительная часть мировой истории. И закрывать на это глаза невозможно и не нужно. Так же, как мы не закрываем и никогда не закроем глаза на то, что творили нацисты в мире и в нашей стране. Это очень важная история, поучительная история для человечества. Хорошо, Владимир Владимирович, я так понимаю, и мы подготовим материал о большом плане для этой встречи. Африка вообще, в мировой цивилизации. Роль Африки в мировой цивилизации, мне кажется, это будет хорошо. Следующий выступающий Константин Ильич Могилевский, председатель правления Российского исторического общества. Пожалуйста, Константин Ильич. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, с праздником вас. Спасибо большое за такую высокую оценку нашей работы, работы Российского исторического общества. Мы действительно стараемся делать все, что можем, с полным пониманием своей ответственности перед Россией. И нам с коллегами очень важно слышать в ваших выступлениях всегда и сегодня тоже такое очень глубокое и точное понимание истории, как совокупности очень сложных, разных процессов и тенденций, которые идут из прошлого, сформировали настоящее, в значительной степени обусловили будущее. Вы вспомнили Карамзина в своем вступительном слове. Мне вот пришла на ум тоже его одна цитата. Он говорил, что правители смотрят на листы истории, как мореплаватели на чертежи морей. Мне кажется, что вот если с этой точки зрения посмотреть на поступки некоторых ваших коллег, лидеров государств, которые демонстрируют незнание, нежелание знать историю, отрицание исторической логики, тогда становится понятно, почему они плывут куда-то не туда. И мне кажется, что историческое образование, оно формирует вот это чувство ответственности перед прошлыми поколениями, перед будущими поколениями, вообще знания истории. А иначе возникает, к сожалению, такой эффект, который мы иногда наблюдаем, когда мне все должны, а я никому ничего не должен. И вот я хотел бы несколько слов сказать в продолжении темы исторического образования. У нас в целом процесс этот налажен. У нас изучают в школе историю России, всеобщую историю, изучают в высших учебных заведениях. У нас не сформировался пока системный подход к изучению региональной истории, истории родного края. В некотором смысле это получается такое здание без фундамента. По существующей нормативной базе решение о том, изучать или не изучать историю родного края отнесено на усмотрение так называемых участников образовательных отношений, то есть школ. В некоторых регионах к этому подходит системно, в большинстве нет, где-то изучают, где-то нет, где-то всю среднюю школу, где-то с начальной школы начинают. Все по-разному. И, конечно, речи при этом не идет о соотнесении истории родного края с историей всей нашей страны. Мне кажется, это важно. И когда общаемся с учителями из разных регионов, они говорят о том, что хорошо бы, конечно, на системной основе, часы для этого все равно есть, если школы могут принять такое решение, предусмотреть изучение истории родного края. Как это сделать? Как обеспечить вот это единство содержания? Один пример. Недавно было ваше поручение, мы начали его уже выполнять, и по просьбе коллег из Луганской народной республики вместе с луганскими историками сделали такое приложение к федеральному историко-культурному стандарту, на котором, в свою очередь, учебники истории России основаны. Приложение для Луганской народной республики. Я надеюсь, что уже со следующего учебного года ребята там начнут учиться по новым учебникам. И вот если получится принять такое решение о преподавании региональной истории во всей России, то для каждого региона можно было бы вместе с Министерством просвещения, с коллегами-историками сделать такие приложения к историко-культурному стандарту, которые были бы для каждого региона. И в дальнейшем на их основе создать учебники и обеспечить таким образом и синхронизацию истории России по содержанию и по периодизации. Конечно, к этой работе нужно подходить очень деликатно, профессионально, с уважением к тем представлениям об истории, которые в разных регионах бытуют, к фольклору даже. Но история у нас все равно одна, история единая. И я вот уверен, что все-таки знание истории малой Родины вместе со знанием истории большой, вот оно и формирует в первую очередь то самое чувство Родины, которое нас всех объединяет и сплачивает. Спасибо большое. Добавить нечего, почти к тому, что вы сказали. Я полностью с этим согласен. Конечно, история страны должна начинаться с истории семьи, деревни, посёлка, города, региона, где человек родился, вырос, где он начал осознавать себя частью своей страны, частью большого народа. Вот оттуда, там все истоки самосознания. И, конечно, если бы удалось вмонтировать в исторические знания вот этот самый фундамент, о котором вы сказали, и который, как вы думаете, он отсутствует, хотя в разных местах, наверное, по-разному, но, конечно, это было бы хорошо. Я обязательно переговорю с Сергеем Сергеевичем, Кравцовым. Его нет Сергея Сергеевича? Нет его здесь? Нет. Но я переговорю обязательно с ним, так, чтобы он с коллегами подумал, как это сделать. В общем курсе истории, который сейчас у нас везде преподается, мы, наконец, этого добились, чтобы начинали именно с этого. Кстати говоря, и музейщики здесь тоже могли бы помочь, потому что вот эти краеведческие музеи, они в очень многих же у нас находятся, населённых пунктах, они бы тоже ожили соответствующим образом, заработали. У нас такие примеры есть, очень хорошие. Вот Музей Победы в Москве, например, он как раз этим и занимается. Школьники же приходят, постоянно там знакомятся с экспозициями, и он приобретает такой действительно живой характер. Вот так можно сделать почти везде. Это недорого стоит, совсем ничего. Это только нужно соответствующее внимание с определённого уровня управления, и всё. Обязательно над этим поработаем. Вы абсолютно правы, конечно. Спасибо большое. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, конечно, главное предмет исторически нашей школе и в ВУЗе – это история нашей страны. Я хотел попросить выставить директора Института российской истории Юрия Александровича Петрова. Пожалуйста. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Известна максимум история – это наука, которая делает человека гражданином. И мы, проводя наши академические студии в Российском историческом обществе, всегда понимаем, что у истории особая, в нашей науке особая ответственность перед обществом. Поэтому мы, прежде всего, мы реагируем на события, которые волнуют всю нашу страну. Мы пишем книги такие, как, например, «История Крыма», «История Севастополя», недавно в трёх томах вышла книга, «История Новороссии». Эти книги мы подготовили, это впервые сделаны такие академические исследования, которые нашли своего широкого читателя в России. Конечно же, основной такой ментальный стержень нашей нации – это историческая память об Великой Отечественной войне. И здесь мы тоже прилагаем немало усилий, благодаря вашей поддержке, Владимир Владимирович. В Академии наук создан специальный научный совет по истории Великой Отечественной войны. Он объединил всех крупнейших специалистов нашей страны. И, конечно же, мы исходим из того, что для образовательного процесса, для того, чтобы передать нашему юношеству накопленную сумму знаний, достоверных знаний научных, нужны наши большие академические труды. И здесь я не могу не упомянуть тот большой проект, над которым мы уже работаем несколько лет в рамках исполнения вашего поручения. Это «История России», «Академическая история России» в 20 томах. Сейчас работа над ней приближается к завершению. В будущем году выйдут первые тома этого издания. Издание, которое готовило более 300 ученых нашей страны, лучших историков. И смысл его заключается в том, что оно может стать таким хребтом, базисом подготовки любой образовательной учебной литературы, начиная от средней школы и до высшей. В нем сосредоточена та сумма знаний, которая на сегодняшний день располагает российская историческая наука. И, конечно же, есть еще одна тема, которую я хотел бы затронуть. Мы сегодня говорили о средней школе, что благодаря тому стандарту историко-культурному, который был нами подготовлен, тут достигнуто некоторое единообразие, и есть, можно сказать, достижения в этой области. Но есть еще область высшего образования. Здесь проблема заключается в том, что история России, она как бы преподается сейчас в каждом из вузов. Но, пожалуй, главная здесь сложность в том, что нет единообразия учебной литературы. И учебные курсы по истории России, которые в разных вузах, неисторических вузах, я подчеркиваю, преподаются, они носят как бы такой несистематизированный характер. И с этой целью Миноборнауки дало нам поручение, попросило подготовить по образцу школьного стандарта, такой же стандарт для преподавания истории России в вузах. Сейчас эта работа приближается к завершению. Проект стандарта подготовлен, проходит сейчас стадию общественного научного обсуждения. Я надеюсь, что вот в этой области, благодаря нашим совместным усилиям нашего исторического сообщества в рамках российского исторического общества, мы с этой проблемой тоже более-менее должны будем справиться. А цель здесь у нас одна. Цель в том, чтобы наше юношество лучше знало историю России. Для этого Министерство увеличивает в два раза время на изучение истории России. И для медиков, и для строителей, и для технологов и так далее. Они все должны знать историю своей страны очень хорошо. И сегодня возникла тема, как сочетается национальная история и мировая. Мы думаем над этой проблемой, Владимир Владимирович. Очевидно одно. Конечно же, они должны знать историю России, безусловно, хорошо. И, конечно же, история России должна быть вплетена в ткань истории мировой. И из этого как раз сравнение и возникнет у студентов знание того, чем является наша страна, какие у нее особенности, какие у нее преимущества в мире, как, в общем, она жила до сих пор и как она будет жить в дальнейшем. Я еще раз благодарю вас за всегдашнюю поддержку, которую мы ощущаем, вашу поддержку, Владимир Владимирович. И заверяю, что историки нашей страны, историки России готовы к выполнению новых серьезных заданий. Спасибо. В тех задачах, о которых вы сейчас сказали, для достижения, для их решения, нужна какая-то дополнительная помощь с мастером? Я думаю, что мы пока справляемся, Владимир Владимирович. И с Валерий Николаевич Фольковым, с министром образования и науки, у нас хороший контакт. Мы работаем вполне в унисон. И пока я ни о чем особо просить не стал. Спасибо. Я со своей стороны хочу вас тогда поблагодарить за вот эту работу огромную, многотомную историю России, современную, современную работу. Это фундаментальный труд, такой серьезный, который действительно должен быть положен в основу изучения отечественной истории и в школах, и в вузах. Но вот чего, садитесь, пожалуйста, вот чего, мне кажется, нам всем не хватает, это популяризация этих знаний. Вот чего не хватает. Ведь это такая фундаментальная вещь, на которой работали целые коллективы, люди этому всю жизнь посвятили. А вот сейчас я ребят взял, с которыми мы цветы возлагали к памятнику Минильную Пожирскому. И вот они, вы все, естественно, готовились к нашей встрече, они точно нет, потому что они не знали, что они сюда придут. Это у меня по ходу дела мысль возникла их пригласить. Вот я хочу кого-нибудь из них спросить. Вы знаете, что у нас есть такой двадцатитомник по российской истории или нет? Первый. А второй вопрос вот такой. Вот как бы вы думали, как нужно было бы вам, молодым людям и вашим сверстникам, вашим друзьям, товарищам, вашим соученикам, там у нас, по-моему, и школьники есть, и сослуживцам, соученикам в высшей школе, как бы нужно было бы подать то, что ученые, наши ведущие ученые, вот в этих двадцати томах изложили. Вот я понимаю, достать с полки, пыль смахнуть и полистать. Вот я мало найду таких людей, среди молодежи, которые бы это сделали, или пальцем провести в библиотеке по этим запылившимся книжкам. Что нужно, чтобы эти знания дошли до вас? Вот девушка руку поднимает, пожалуйста. Дайте, пожалуйста, микрофончик, и вы представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Татьяна. На мой взгляд, историю нужно преподавать и рассказывать в интересных современных форматах. Вот-вот. Так мы уже делали вместе с движением «Волонтеры Победы». Делали различные квесты, игры исторические. Нам помогает и помогало российское историческое общество. Ребятам очень нравится. Если это все максимально интерактивно, на современном языке, то изучение, точнее, проблемы изучения истории для детей вообще никакой не состоит. Поэтому нужно делать разные интерактивные, интересные форматы в виде квестов, каких-то игр, видеороликов. Потому что все, что интерактивное, сейчас нравится молодежи и детям. Спасибо. Я, значит, не уверен, что каждый из тех, кто писал вот этот 20-томный труд, знает, что такое квест. А те, кто… Ну, в целом, да, что это такое на практике. А те, кто, значит, использует современные инструменты получения знаний, знают о том, что у нас есть такой… появился новый 20-томник по отечественной истории. Вот это надо соединить обязательно. Вот это нужно обязательно соединить. Потому что современные способы доведения информации и влияние на сознание людей, они меняются, меняются очень быстро. Это яркие, короткие, такие быстрые, быстроменяющиеся картинки, которые дают возможность, не затрачивая много времени, добираться до нужной, интересующей человековой информации. А если это будет интересно, он посмотрит ещё, 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 ещё. Но много-много раз. И тогда цель будет достигнута. Вот я обязательно поговорю на этот счёт. И с правительством у нас много внимания сейчас уделяется современным средствам коммуникации в правительстве. Мы обязательно посмотрим это применительно к образованию. В самом широком и современном смысле этого слова. Но всё равно, если нет таких фундаментальных трудов, о которых мы сейчас говорим, вот этого 20-томника, то тогда приходится обращаться к низкопробным ресурсам, истинная ценность которых весьма проблематична. Поэтому вам в любом случае спасибо за то, что вы сделали. И, конечно, будем всё делать для того, чтобы эта работа была продолжена. В том ключе, о котором вы сейчас сказали. Спасибо. Владимир Владимирович, вы упомянули слово «популяризация очень важных исторических знаний». У нас здесь присутствует Елена Валерьевна Кляжева-Карцева, которая является одним из активных лекторов общества знания. Я попросил бы её рассказать, какая работа ведётся в этом отношении. Уважаемый Владимир Владимирович, ваше святейшество, представители традиционных религий нашей страны, уважаемые участники Высокого собрания. Мы с вами прекрасно понимаем, что проблема стоит не только на уровне обучающихся, школьников, студентов. У нас и взрослые люди многие так живут, как будто никогда не умрут, а умирают так, как будто никогда и не жили. И стоит очень серьёзный вопрос о том, чтобы через популяризацию исторического знания, за что вам большое спасибо, Владимир Владимирович, пробудить сознание этих людей. Большое вам спасибо за поддержку общества знания, которое было переформатировано в 2021 году, получило новые задачи, новый вектор развития. И мы прекрасно понимаем, что главная цель через изучение подвига наших людей, наших святых, полководцев, правителей, деятелей культуры и науки, донести до людей информацию, что цели в жизни есть. Важной составляющей нашей работы, безусловно, является работа на всех уровнях. Это и школьники, и студенты, и, конечно, взрослые люди. Я могу сказать, что иногда запрос очень большой. И здесь разные форматы. Вот я сама из Университета Дружбы Народов. У нас уже 15 преподавателей вовлечены в эту работу. Сама участвовала в марафоне знаний, лекции в органах власти, лекции перед военными, в том числе на новых, правильно сказать, старых территориях. И это разные форматы работы. Это и Лига знаний, и различные квесты для обучающихся, проект театр, проект кино. Очень важно, как правильно ответили ребята, переход на новые электронные платформы. То есть есть общедоступная для граждан нашей страны библиотека общества знания, академия общества знания. Но предстоит, конечно, еще очень много работы. Потому что есть регионы, пока охвачены только 88 регионов. И мы, конечно, надеемся на поддержку региональных властей, центральных властей в продвижении этой работы. Конечно, самое важное – это пул лекторов, которые могут переформатировать строгое научное знание, академическое, на удобные, доступные форматы. И чтобы были люди, которые слышали. Ведь очень важно даже сегодня, если правильно переданы культурные коды, вот в этот день народного единства и согласия, чтобы человек, выходя на Красную площадь, смотря на Казанский собор, понимал, что все мы под Богом. Подходя к памятнику патриарха Гермогена, понимал, что сила духа выше, чем тело. Видя памятник Минину и Пожарскую, понимал, что вот оно, единство нашего народа. И из века в век повторяется одна и та же история, только в нашем единстве она будет продолжаться. Уже сейчас общество знания отобрало 9 тысяч преподавателей, деятелей науки, культуры, различных сфер деятельности, медийных людей, которые работают в этом направлении, дальше совершенствуют свою работу общества, проходит конкурс Лига лекторов, присуждается премия общества, и, конечно, дальше будет понарастающий это идти. Потому что могу сказать от лица всех лекторов, кто участвовал в проектах в течение буквально чуть больше года, что все готовы работать и прекрасно понимаем, что сила нашего государства – это не только территория, ресурсы и мощь. Это прежде всего наши люди, которые осознают ценности нашего государства, осознают, что наше государство – это семья, братья и сестры, которые должны друг другу помогать, помогать, любить. И только тогда у нас есть будущее по заветам наших предков. Спасибо большое за поддержку. Я хочу сказать, что самая по себе идея оказалась очень продуктивной, очень своевременной к реализации, но она и получается, ее реализация получается именно так, как должно было бы и быть, благодаря таким людям, как вы. Я со своей стороны хочу вам сказать, примите ответную шайбу, слова благодарности за то, что вы делаете. И нужно сказать, что когда это предложение возникло, я как-то подумал, что как бы чего-то опять старорежимное бы здесь не возродить, скучное и никому не нужное. Оказалось, нет. Оказалось, что у вас получилось сделать это по-современному, интересно. Аудитория колоссальная, и она растет. И я думаю, что люди просто соскучились по настоящим знаниям. Они уже стали разбираться в какой-то шелухе псевдонаучной, псевдоисторической, и реально перестали доверять самым разнообразным источникам различной информации. И реально стало востребовано такое научное знание, красиво, конечно, талантливо, по-современному поданное знание. И у вас, у ваших коллег это получается. Просто я искренне рад за это и желаю вам успехов. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы поддержать эту работу. Спасибо большое. В своей речи, в своем выступлении на Валдайском клубе, Владимир Владимирович, вы очень ярко показали цивилизационный характер происходящих перемен. Мировой порядок новый формируется, совершенно очевидно. И цивилизационный выбор стоит перед всеми народами. И я хочу предоставить слово нашему академику, ректору МГИМО, Анатолию Васильевичу Торкунову. Уважаемый Владимир Владимирович, ваше святейшество, дорогие коллеги. Я хотел продолжить тему, которую уже затрагивали мои коллеги по историческому обществу. Проблема преподавания истории в высшей школе. Вы знаете, Владимир Владимирович, что сегодня значительно увеличено число часов преподавания истории в высшей школе на неисторических специальностях 140 часов, 144 часа и 80 из них контактных часов. Но я хочу с вами согласиться в том, что ребята, которые учатся на инженерных и естественно-научных специальностях, изучают огромное количество предметов. Один сопромат надо сдать, сколько это времени и усилий требует. И поэтому, конечно, речь идет не о том, чтобы дать им факты, события, о которых они уже знали в школе или, во всяком случае, слышали в школе, а донести до них смыслы. Смыслы тех или иных, даже не событий, а исторических явлений, которые определили цивилизационную сущность нашей страны и ее развитие. А таких событий было немало. Но вот мы отмечали в прошлом году 800 лет Александру Невскому. Я хочу напомнить, что фигура Александра Невского появилась в тот период, когда фактически распалась Киевская Русь, и не были ясны очертания того, куда же идет Россия, Русь. И появился Александр Невский, который, по существу, вывел Россию из этого исторического тупика. Дав отпор Западу, заключив компромисс с монголами, которые не претендовали на духовное господство в России, он сумел сохранить эту культурно-религиозную основу православия, давшая потом мотивацию для развития нашей государственности. И не только мотивацию, а вообще создавшая основу для развития нашей государственности. Вы сегодня говорили, ну и вообще сегодня день, когда об этом нельзя не говорить, о смуте и о том, что именно гражданская солидарность, гражданская позиция, несмотря на раздраив элит, несмотря на иностранную интервенцию, позволило не только сохранить государственность, но и дать мощнейший толчок к ее последующему развитию. Я, кстати говоря, хотел бы привести очень интересный факт. Английский посол в Москве в 1613 году в письме Якова I Стюарту писал о том, что надо воспользоваться смутой в России для того, чтобы установить английский протекторат. И он писал, что надо проявить известное доброе отношение к россиянам, но не преуспевать в этом деле, поскольку если они почувствуют, что к ним слишком доброе отношение, они будут считать себя могущественными, а это нам совершенно не надо. И он писал о том, что установление английского протектората над Россией позволит создать для Англии такие мощнейшие ресурсы в смысле торговли и экономических преимуществ, которые получит эта страна. Говоря о последующем таком явлении события, конечно, это Петр Алексеевич и то, что он сумел сделать. Мы часто историки, историографы говорим о том, что окно в Европу прорубил, но не только мы говорим, вообще это образ такой яркий. Но я хотел бы напомнить о том, что Петр I уделял огромное внимание восточному направлению. Ведь не случайно, сразу же после окончания Северной войны в 1921 году был совершен персидский поход. И вообще не только персидский поход, и более дальним регионам он уделял, находился, внимание, находился в переписке с правителями этих дальних регионов. Но его прямые наследники, быстрые наследники, к сожалению, не воспользовались теми наработками, которые были у Петра Алексеевича. Но этим воспользовалась Екатерина Великая, которая вместе со своими соратниками сделала огромную работу, ну и с точки зрения географического увеличения, расширения России, но и восточной политики, которая позволила создать столь мощную державу, которая существовала при всех условиях, несмотря на всевозможные усилия, потому что бы ее разделить, раздербанить, которые предпринимались, кстати говоря, на протяжении всей российской истории. Я хотел бы также сказать, что, конечно, в преподавании истории России надо уделять внимание и военной истории. Конечно, в военной истории России были фантастические стратегические победы. Я, конечно, напомнил вновь о тактике и стратегии Петра во время Северной войны, когда он не давал большого сражения, отходил в Полтаве, отсек Батуринг, из которого снабжалась шведская армия. В результате случилось Полтава, которая стала переломом в этой войне. Были, конечно, и другие примеры, в частности, во время войны с наполеоновскими войсками, когда необдуманная политика командования Восточной Пруссии, когда речь шла о том, чтобы отступить, сохранить позиции более серьезные и прочные, на другой стороне реки Алле, под Фридландом, привели к тому, что армия была разбита, и огромные потери от 10 до 15 тысяч человек, как пишут сегодня историки. Мне кажется, что элемент военной истории обязательно должен быть в отечественной истории для наших студентов. Ну и, наконец, все-таки, мне кажется, очень важно, чтобы преподавая историю, мы всегда исходили из мысли, которые высказывал Петр, а затем очень точно сформулировала Екатерина II, что никто и никогда не должен указывать России, где ее место и какова ее роль. Только Россия сама может это делать. И завершая, хочу сказать, что очень важно в курсе истории, особенно для студентов, сделать так, чтобы это был не только курс истории, но чтобы это был такой стержневой гуманитарный курс. Ведь у нас нашими композиторами, художниками написано так много потрясающих совершенно произведений, посвященных русской истории. Я так про себя посчитал, вот сейчас уже находясь в зале. Только опер наших, великий композитор, начиная с Ивана Сусаяна, «Жить за царя», можно и дальше, и дальше перечислять, которые посвящены узловым событиям истории. Огромное количество. Можно сказать, но Маринка и Большой театр не в каждом городе есть, где есть технические вузы. Но сегодня есть флешки, есть возможность использовать технические средства для того, чтобы знакомить студентов с этими достижениями. Я, например, не представляю себе, как можно говорить об отечественной войне нашей великой, не вспомнив Ленинградскую симфонию Шостаковича. И, конечно, мне кажется, что вот курс истории должен читаться именно таким образом, чтобы он стал центральным в таком гуманитарном, патриотическом воспитании нашей студенческой молодежи. Спасибо. Полностью с вами согласен. Вообще, конечно, нужно стремиться. Мы много раз об этом говорили, и всё время говорим, и будем стремиться к тому, чтобы в курсах нашей истории, в школах, в вузах, везде всё-таки излагались достоверные факты. Вот это самое главное. Ну, понятно, чем дальше вглубь веков, тем они достовернее, чем ближе к нам, тем больше конъюнктуру, но, тем не менее, стремиться к этому нужно. Нужно всё-таки зёрна от плевел отделять и показывать, где настоящие факты, а где что-то придумано. Ну, вот если у нас выставка сегодня посвящена событиям на Украине, то, ну, конечно, ну, как можно, вообще, как можно говорить о том, что украинский фронт освобождил Европу, и что это Украина освободила Европу? Ну, какой-то бред, понимаете? Значит, а что, там были одни украинцы, на этом фронте воевали, а Карелийский фронт, там что, воевали одни карелы? А Ленинградский фронт, там одни ленинградцы воевали, а воронежские воронежцы, а степной монголо-татары и степники какие-то? Ну, бред, но этот бред повторяют в Европе, на первый взгляд, такие весьма респектабельные люди и вколачивают эту чушь в головы миллионов людей. Ну, это точно совершенно нужно отсекать, нужно рассказывать реальные факты, ну, и говорить о том, что происходило в истории недавней, и что сейчас происходит, и что может произойти. Ну, мы с большим уважением всегда относились и относимся к Польше, это наши соседы. Вот у нас были времена, когда у нас были очень близкие отношения, были и проблемы. Вот в основе сегодняшних наших праздничных событий как раз лежат исторические факты, связанные в том числе и с Польшей, с Лжедмитриями и так далее, и так далее. Ну, мы все хорошо знаем, сейчас вдаваться в это не буду, просто вот это, просто повод для того, чтобы об этом сказать. Мы знаем также об идеях создания в некоторой части политического бомонда в Польше, создать великое государство от моря до моря перед Второй мировой войной, об этом немало говорили. Это была идея фикс от Балтийского моря до Чёрного. Сейчас мы видим объятия там руководителей Польши и Украины, а идейка-то, она жива, и идея поглощения Украины, она никуда не делась. Но это никто почти не знает, это только в архивных документах. Так же, как наверняка, не наверняка, а точно, что же говорится об этом, идея возвращения тех территорий, которые были отторнуты от Польши, прямо надо об этом сказать, стали нам после Второй мировой войны. Крупные области, большие, от Румынии, от Венгрии отторгнуты были. Я ведь не случайно на Валдае сказал, что единственным настоящим подлинным гарантом украинской государственности и суверенитета может быть Россия, могла бы быть Россия. Россия тоже отдала Украине свои исторические территории, но добровольно, с целью создания единого общего культурно-гуманитарного пространства исторического. А те территории, о которых я только что сказал выше, они были насильственно отторгнуты от Венгрии, Румынии и Польши. Это абсолютно разная ситуация. Мы добровольно, чтобы быть вместе, отдали исторические территории вместе с населением. Правда, население никто не спрашивал. А там отторгнуты были насильственно в результате войны. И об этом надо бы задуматься кое-кому, в том числе на Украине. Но вот это бандеровское руководство, оно думает, наверное, только в основном о деньгах, которые спрятаны в западных банках, я имею в виду политическое руководство прежде всего, а используют бандеровцев для того, чтобы выслуживаться перед теми, кто контролирует их миллионы и миллиардов этих западных банков, не думая о возможных последствиях того, что происходит сегодня. В этой связи очень важно доносить суть происходивших событий, делать это честно, объективно абсолютно. Но вот я сейчас хочу вернуться к тому, о чём говорил ваш молодой коллега слева от вас. Он говорил о том, чтобы менять европейско-центричное преподавание истории в наших школах и вузах. А вы, как ректор Московского государственного института международных отношений, тоже так считаете? Или вы всё-таки думаете, что здесь менять ничего и не нужно? Ну, я скажу откровенно, что мы уже работаем над таким учебником, комплексным, историей, где будет, конечно, огромное внимание уделяться Европе, но вместе с тем развитие России будет показано на фоне развития в других регионах и в других странах, которые, кстати, очень серьёзно влияли на Россию. Развитие России будет показано на фоне развития других стран? Или другие страны будут показаны на фоне развития России? Я вам скажу, я сейчас читаю уже написанное и думаю, как найти баланс. Это очень непросто. Но я думаю, что мы найдём такого рода баланс. Непросто. Согласен. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, у нас большая честь для нас, что у нас присутствует наш патриарх, Московский, Всеруси. И мы были очень рады, если бы вы обратились к нам и сказали какие-то слова. Вот, вам принесли. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, дорогие присутствующие. Я хотел бы сердечно вас поблагодарить, Владимир Владимирович, за инициативу провести такое собрание. Я впервые присутствую в такой аудитории и с большим вниманием слушаю всё то, что говорят уважаемые участники этого собрания. И вот во время этих выступлений, конечно, у меня какие-то стали возникать мысли. И откровенно скажу, что-то такое, что когда-то я так пытался осмыслить, как говорится, по касательной. А вот эта дискуссия меня навела на мысль о необходимости подумать, поговорить и, может быть, разделить с вами. Один важный, как мне кажется, аспект, связанный с нашей национальной историей. Вот когда изучаешь историю Русской Православной Церкви, а её изучают сейчас по-настоящему только в семинариях и в академиях, то поражаешься тому, насколько эта история переплетена с историей государства российского и насколько жизнь церкви влияла на жизнь всей страны. Во-первых, чисто мировоззренчески, философски, богословски, но и практически. Система образования, ведь она создавалась на базе приходов. Первые, то, что называется, школы, это были церковно-приходские школы. Ну и так далее, это можно продолжать. И вот поскольку эта тема, она как-то вот не очень так ярко сегодня представлена в светских вузах, то мне кажется, что действительно нельзя изучать историю России, не зная истории церкви. Ведь кто были такие патриархи? Рядом с царём всегда сидели царь и патриарх. История России, государства, история церкви настолько были тесно переплетены, что разорвать невозможно. А сейчас в учебном процессе разорвано. И человек, изучающий историю России, покасательный, что-то там слышал о патриархе Никоне, ещё о чём-то. А на самом деле ведь вокруг темы духовной жизни вот и заворачивались особо такие сложные конфликты и даже политические интриги. То есть для того, чтобы знать и по-настоящему понимать и чувствовать историю страны, нужно знать историю церкви. Я об этом говорю не потому, что жизнь церкви для меня, может быть, является самым главным приоритетом, а потому что и в своё время я посвятил много времени изучению истории. И говорю это от своего опыта соприкосновения с русской историей. Совершенно иначе воспринимается эта история, если человек, изучающий, соприкасается с историей духовной жизни народа. Ну вот это такое бы первое пожелание, не знаю, к учёным, ещё к кому-то, чтобы какие-то курсы всё-таки были, и какие-то разделы в курсах истории посвящались истории духовной жизни нашего народа. Ну и потом, это уже отвлечённая немножко тема, но вот она возникла у меня сейчас, когда я на баннер смотрю, который вот за вами, перед нашим взором, «День народного единства». И как-то слово «единство» так сильно выделено даже шрифтом. А что такое «единство»? Об эту тему очень многие спотыкались. Иногда призыв к «единству» превращался в ужасный деспотизм. Во имя единства чего только не творилось. И с другой стороны, ясно совершенно, что без «единства» не может быть ни государственной жизни, ни жизни людей, народа, потому что в целом ряде случаев только благодаря единству, сплочённости, солидарности страна могла и народ отвечать на те вызовы и внешние, и внутренние, которые возникали. Вот задуматься о духовных составляющих единства. Если «единство» — это исключительно прагматическая тема, она не будет работать. Хотя, конечно, возьмите вы бизнес или какие-то другие стороны жизни. Люди объединяются в корпорации, в какие-то коллективы, чтобы достигать больших успехов в профессиональной деятельности. Но здесь-то мы говорим о совершенно ином единстве. И не может, мне кажется, быть единства народа без единства духа, без единства ценностей. Поэтому общность ценностей — это самое важное, наверное, что обеспечивает не только единство, но и сплочённость нации. И во времена мира, и во времена отсутствия мира. И теперь, может быть, очень кратко хотел бы сказать о том, что, ну, конечно, тема молодёжи сейчас должна у нас у всех быть как бы перед глазами. Потому что от формирования сознания современной молодёжи действительно зависит будущее. И, ну, это очевидная истина. Но мне кажется, что нужно находить какие-то, может быть, новые формы взаимодействия с молодёжными аудиториями. Это не значит, что нужно, как там у Маяковского, задрав штаны, что ли, за комсомолом, да? Точно. Ну вот. Это совсем не обязательно. Не надо себя, то, что называется, перевоспитывать, перелицовывать в попытке быть модным, понятным. Нужно всегда, конечно, оставаться самим собой, когда ты и с молодёжью говоришь. Но вот работа с молодёжью должна быть очень сегодня неформальной. Надо доискиваться до чего-то того в душах молодых людей, что у них вызывает озабоченность. Может быть, нам, как священникам, вот это более, так сказать, понятная сторона жизни людей, потому что на исповеди ведь очень многое открывается. И понимаешь, что при всём внешнем благополучии, успех в учёбе, в работе, перспектива карьеры, нередко человек внутренне несчастный. Не хватает чего-то самого главного. Чаще всего не хватает настоящей любви. А если мы заговорим о любви, то мы сразу переходим к вопросу нравственности, личной, общественной нравственности. Не может быть подлинной любви, когда пропагандируется не то, что является любовью, а то, что является проявлением человеческой похоти, то есть грехом. А грех до добра не доводит. Но если посмотреть наш кинематограф, да не только наш, особенно ещё и мировой, то там в центре-то очень редко настоящая любовь. Похоть, соблазн. Вот мне кажется, что, говоря о будущем России, мы должны думать о духовном состоянии нашего народа. Мы должны особенно думать о нравственном состоянии молодёжи. Потому что без целостной нравственной личности не может быть целостного государства и общества. Поэтому ещё раз хотел бы вас сердечно поблагодарить за эту инициативу, за возможность послушать очень важные, мудрые, правильные слова, которые были здесь произнесены. Ну и поделиться с вами и с теми, кто в этом зале, тоже своими какими-то скромными мыслями на тему единства нашего народа. Благодарю вас, Владимир Владимирович. Спасибо вам, Ваше святейшице. Что касается истории церкви, духовной истории нашего народа, чрезвычайно важная составляющая в российской государственности. Потому что мы знаем, с чего началась российская государственность. И Старая Ладога, и Новгород, и потом Киев. Но единство, единое централизованное государство начало складываться безусловно. Я думаю, специалисты меня поправят, если это не так. Но я думаю, что так оно и есть, начиная с наших классиков исторических, об этом же говорится, с крещения. Почему? Потому что единое централизованное государство страны начало складываться на основе власти князя, единой экономики рынка, языка и веры. Вот всё это вместе позволило объединить некогда разрозненные, часто воюющие между собой славянские племена. И потом, и не только славянские, потом начали добавляться люди разных конфессий и национальностей. И начало складываться большое, многонациональное, мощное, централизованное российское государство. Поэтому духовная история, история церкви неотделима от истории российского государства. И, конечно, у нас там есть попытки изучения духовных начал в разных форматах, но, безусловно, к этому нужно отнестись более серьёзно, более серьёзно и показывать всё духовное многообразие России. Мы обязательно об этом тоже ещё поговорим. Спасибо большое. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, с самого начала Владимир Владимирович отметил роль российского исторического общества, военно-исторического. Я хотел с удовольствием просить Сергея Юрьевича Нарышкина, председателя Российского исторического общества. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, я хотел бы прежде всего благодарить за позитивную оценку деятельностей российского исторического и российского военно-исторического общества. Два общества, надо сказать, работают по многим проектам вместе и достигают хороших результатов. И я, конечно, благодарен вам за высокие государственные награды. Целому ряду учёных-историков, школьных учителей истории, краеведов, ну и подвижников российского исторического общества. Эти люди по-настоящему заслужили эти высокие награды. В течение вот этих 10 лет наше общество вело большую работу по формированию всероссийской исторической культуры. И накопленный опыт позволяет сделать несколько выводов. Вывод первый состоит в том, что у наших граждан по-прежнему сохраняется огромный, я повторяю, огромный запрос на объективное, достоверное и доступное знание о нашем прошлом. Об этом говорят и результаты социологических исследований, и целый ряд косвенных показателей, в том числе и рост количества абитуриентов на исторических факультетах наших вузов. Вывод второй. В ходе широкой общественной дискуссии о нашем прошлом непременно должен быть слышен голос профессиональных историков, учёных, ободающих соответствующими компетенциями. Они привносят в эту дискуссию объективное, взвешенное и такое очень уважительное отношение к своему предмету, к истории. А это и есть настоящая историческая культура, которая позволяет и государству, и обществу учиться на своей истории и извлекать из прошлого уроки. И такой подход разделяется большинством наших граждан. Ну и третий вывод связан с тем, что существуют деструктивные силы, которые целенаправленно пытаются разрушить нашу историческую память, чтобы расколоть общество и посеять рознь. Именно по такому сценарию развивались события на Украине, об этом вы уже сказали, когда буквально на глазах одного поколения из процветающей советской украинской республики эта республика превратилась, ну, по сути, в диктатуру и в такой послушный и злобный инструмент агрессивных по отношению к России тоталитарно-либеральных режимов Запада. И вывод третий состоит в том, что самым эффективным оружием в борьбе против исторической лжи и фальсификации является, конечно же, историческая правда, то есть твердые аргументы, основанные на достоверных исторических источниках. При этом нам, в отличие от наших недоброжелателей, ничего выдумывать не надо. Россия обладает богатейшей тысячелетней историей, и достаточно эту историю объективно изучать, твердо знать и достойно продолжать. Владимир Владимирович, и в качестве вопроса, вот о чем хотел бы сказать, вопрос или даже просьбы, недалеко от Мелитополя расположен уникальный музей, который называется «Каменная могила». Это объекты природного и культурного наследия, он содержит наскальные надписи древнего человека. Музею сейчас сложно, чтобы его поддержать и сохранить, есть такое предложение, идея, сделать его филиалом Федерального музея Херсонес-Таврический. С руководством того и другого музея такая схема согласована, и наше Министерство культуры так и не возражает. Но, чтобы ускорить этот процесс, я бы попросил ваше поручение на мои соответствующие записки. Пожалуйста, так и сделаем. Ничего здесь проще нет. Вас хотел поблагодарить за ту работу, которую Вы проводите по линии российского исторического общества. Я так исходил всегда из того, что на службе, которую Вы сегодня возглавляете ближе русское географическое общество, так вот было в свое время, исторически сложилось. Но Ваша деятельность на поприще исторического общества, она очень востребована. Вам большое спасибо. Владимир Владимирович, в нашей службе работает много выпускников исторических факультетов наших вузов. Хорошо, ладно. Всем им больших успехов хочу пожелать. Владимир Владимирович, я только вернулась из Сербии, вчера прилетела, где выступала перед общим собранием Сербской академии наук, куда меня год назад избрали иностранным членом. Я встречалась с епископом Бачским Иринеем, я выступала в сербской матице, я провела очень много встреч и делала очень много выступлений. Если бы Вы знали, как сербы смотрят сейчас с надеждой на Россию, как они ждут, что Россия не свернет с этого пути, не пойдет на компромисс, выстоит в этом экзистенциальном противостоянии, противостоянии не только по Украине, а как Вы неоднократно говорили, это столкновение разных проектов будущего человечества, особенно христианского мира. У них история без всякого нравственного целеполагания. Мы же идем вперед, не тащим средние века, но с сохранением традиционных ценностей. И я передаю Вам вот этот поклон от сербского народа, от сербских академиков, седовласых ученых, которые пережили отторжение Косово, распад Югославии, все-все-все. Я очень благодарна Вам, что в начале своего выступления говорили о непрерывности истории, как она есть, и поэтому необходимости изучать ее как единое целое. Ведь еще Карамзин писал, все это нами сотворено, а значит наше. И вот наш народ пережил в течение жизни одной семьи, дед, отец, внук, меньше 100 лет, две насильственные десакрализации исторической памяти. Сначала все до 17-го, потом все до 91-го. И можно только дивиться, как же сильна еще эта историческая память, и как сильной вот этой силой стремление к единению, особенно перед внешним давлением, которое все-таки мы фиксируем сейчас. И я вот, пройдя со своей семьей опять со внуками «Бессмертный полк», поняла, что вот этот величайший акт национального самосознания, который демонстрирует стихийно выросший «Бессмертный полк», говорит о том, что «не хороните Россию преждевременно, наступит день, и он настал, она восстанет из немого гроба и потребует назад свое право». Владимир Владимирович, вот об изучении и преподавании буквально два слова и популяризации истории. Я пыталась своим внукам, 7, 10 и 11 лет, купить маечку с каким-нибудь русским богатырем, персонажами русских сказок, Ильем Муромцем там. Только Батмен, Спайдермен в детском мире, монстры всякие. Почему-то они неплохие, эти Спайдермены и Батмены. Они там, как правило, за хорошее выступают. Но почему этого нет? Мы говорим о безграмотности нового поколения. Почему в детских садах заранее нет настольных игр, где бы огромная наша страна была, где можно понять масштаб территории, масштабы линии фронта, где можно знать о Куликовской битве, о Дмитрии Донском, об Александре Невском. Это нужно делать с детского сада. История и философия, я 30 лет бьюсь над этим, чтобы внушить всем, это кузница мировоззрения человека и питомник его идеалов. И когда мы сейчас говорим о необходимости выстоять и опереться на единство, вот, общие исторические переживания, уважение к своей истории, вера, отечество, честь, долг, любовь, это единое целое, что делает из народного населения нацию, единый и преемственно живущий организм с целями, ценностями, вот такой нации сегодня ничего не страшно. И, конечно, вот я бы хотела, чтобы историческое сообщество призвало производителей, игрушек, детских игр, книжек, вот, начинать вот это воспитание в легкой игровой форме с детства. Вы знаете, что делают украинцы в детских садах, вернее, эти нацисты? Страшно передать. Но четырехлетние девочки говорят, я выру яму и набросаю туда москали и засыплю землей. Ребенок даже не понимает, что он говорит. А мы должны учить другому. Владимир Владимирович, сербы просили передать вам низкий поклон. Знаете, за что? Они сказали, что нет больше страны, руководства и лидера с такой невиданной национально-государственной волей. Вот мы молимся за вас и за вашу волю вместе с сербами. Спасибо большое. Спасибо. Что касается внешней атрибутики, она, конечно, очень важна. Но она сама по себе не будет работать, если это не будет ложиться на всю систему воспитания, начиная, как вы сказали, с детского сада. Вот Бэтмен известен, а какой-нибудь наш богатырь нет. Ну вот это должно быть в мультиках, в фильмах, в литературе детской. Это нужно мультиплицировать, нужно повторять и опираться на это. Вот в том числе и для этого, для того, чтобы подтолкнуть этот процесс, мы сегодня с вами и собрались. Вам всем большое спасибо. Я ещё раз хочу всех поздравить с праздником и пожелать всего самого доброго. Благодарю вас. Спасибо. Владимир Владимирович, спасибо большое. Мы, конечно, одушевлены нашей встречей. И я думаю, что все историки приложат все силы, чтобы внести свой вклад в процветание России. Спасибо большое. Всего доброго.